С помощью проб и многочисленных ошибок пришли к одному выводу. Неверный сигнал с датчика распредвала. Датчик распредвала здесь тоже люди уже поставили, уже стоит новый. На самом деле это все ошибочно. Добрый день, компания OMZAP. Снова с вами я, Анатолий. Сегодня я вам расскажу про одну из проблем, которая наболела у меня, так сказать. Надеюсь, что вы будете сами разбираться с этой проблемой, увидев это видео. Начнем с того, что мы будем делать Hyundai Tucson. Hyundai Tucson у нас турбодизель. Здесь двухлитровый двигатель D4E. Данный двигатель устанавливается на Kia Sportage, Hyundai Santa Fe Classic, Hyundai Sonata и Kia Magenta. Вот, то есть, если кто-то там, сейчас мы вам визуально покажем двигатель, если вы увидите, то есть, этот двигатель, может быть, кто-то как-то не поймет цифры. Вот так он выглядит. Вот. И проблема, проблема, плохой запуск на холодную. Это уже, не знаю, сотая, двухсотая машина приезжает, которая жалуется, что утром не заводится. Но, опять же, где-то, когда-то, сами или что-то еще, сделано уже все на этой машине. То есть, стоят новые свечи накала, стоит топливный фильтр, там, подкачной насос, датчик распредвала и, не знаю, и ГРМ, и все уже сделали. Но машина по-прежнему не заводится. Вот. Машину сегодня оставили вымерзать на улице. Машина померзла стояла. Утром подошли с диагностикой. И, если вы даже приобретаете, там, какую-то неоригинальную диагностику, сейчас очень много у каждых есть, мы открываем даталист и выбираем такие функции, как датчик температуры топлива, там он у нас внизу находит, датчик температуры охлаждающей жидкости, вот здесь находится, и датчик температуры на впуске, вот здесь. Он находится в датчике массы расхода воздуха. Здесь два датчика. Ихняя температура, показания должны быть одинаковые. У нас показало, допустим, сегодня было минус 14, датчик температуры охлаждающей и датчик температуры топлива показали, что минус 14, а датчик массы расхода воздуха показал, что на улице минус 8. То есть 6 градусов, это очень много. По датчику массы расхода воздуха мы отдельно пройдемся. Тут проблема может являться как некая шуба там масляная, то есть с пылью на датчике, либо датчик неисправен. Сейчас мы будем просто заниматься здесь немножко другим и заодно проверим. Так вот, теперь самая главная распространенная проблема. Это ошибка, то есть плохой запуск, там у кого-то на горячую, у кого-то на холодную. Распространенная ошибка, неверный сигнал с датчика распредвала. То есть датчик распредвала здесь тоже люди уже поставили, уже стоит новый. На самом деле это все ошибочное. То есть с помощью проб и многочисленных ошибок пришли к одному выводу. То есть когда данный блок управления бьет по датчику распредвала, на самом деле это не так. Проблемой является датчик каленвала. И сегодня утром, то есть когда мы открыли даталист и также открыли обороты двигателя, поставили с датчика каленвала и увидели, что первые 5-6 секунд датчик не давал никаких признаков. И потом уже когда стартер стал, раскрутил более быстрее двигатель, то есть стал вращать, у нас стали появляться некие числа, то есть обороты. И она стала схватывать. То есть если бы было минус 20, минус 25, он бы не достиг этих оборотов и не завелся. То есть сегодня он с трудом завелся. То есть у нас не было ни дыма, ничего. И очень вот говорю часто, и проблемой является сам датчик. По датчику отдельно скажу. Опять же люди приезжают и говорят, что мы поставили датчик каленвала новый. Опять же с помощью проб и ошибок, многочисленных причем, ошибок, пришли к выводу, что только оригинальный датчик может вас спасти. То есть различные аналоги люди приезжали, то есть уже с новым датчиком каленвала, но мы видели, что он не оригинальный. Мы его ставили на оригинал и ставало в норму. Поэтому мы будем менять датчик. По датчику каленвала. Он стоит у нас сзади. Там получается между блоком и коробкой. Находится в очень-очень трудном месте. Визуально мы его даже не покажем и не увидим. Есть два вида. То есть у нас есть полноприводный и неполноприводный. Если неполный привод, то можно заменить снизу, подлезть. Но так как здесь стоит раздачная коробка, либо угловой редуктор, то есть у нас стоит, и опять же, если это Sonata или Magentis, можно сделать свободно это снизу, то здесь так не получится. То есть Kia Santa Fe Classic, Hyundai Tucson и Kia Sportage с 2002 по 2009 год, там восьмой, вот, на полноприводных. Легче сменить его отсюда сверху. Да, первый раз будет тяжело. Но когда уже знаешь, потом будет проще. Выдернуть оттуда его, в принципе, просто надо дернуть за провод, один болтик открутить. Но вот вставить надо будет обязательно все вычистить, потому что там за 200 тысяч или 250, пусть будет пробег, очень много грязи, ржавчины. И были случаи, когда люди даже ставили новый датчик, и он не садился. Вот здесь на уплотнительное кольцо немного не доходил, прям миллиметр, полмиллиметра, и заводилось тоже плохо. Приходилось после кого-то снимать, вычищать посадочное место и снова устанавливать датчик. И проблема исходила. Для того, чтобы нам поменять, мы разберем все. Сейчас снимем воздухозаборник, снимем АКБ, снимем корпус, снимем вот этот патрубок интеркулера, потому что он вон там цепляется внизу. Здесь разберем подачу, и потом оттуда, вот между вот этих двух патрубков, впускного и уже надува, мы залезем туда. И открутим его. Для этого нам придется не только разобрать много, но еще и залезть сюда, прям на двигатель, засунуть туда руку и отвернуть. И с помощью зеркальца, то есть увидеть этот болт, открутить болт, вытащить, почистить и снова поставить. Так, сейчас, в принципе, и начнем. То есть, если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, что блок управления, то есть плохо заводится, блок управления выкидывает, что неправильный сигнал с датчика распредвала, то есть запомните, это не так. На самом деле, это датчик коленчатого вала. То есть, это в первую очередь. По-разному, то есть, опять же, многие кто-то там увидят, допустим, посмотрят и скажут, так не бывает. Датчик колена влияет на горячий. Да, есть такой, только это на бензиновой машине. То есть, на дизельной он работает чуть-чуть, то есть принцип один и тот же, но по факту он работает немного по-другому. Так, приступим. Датчик. Вот он наш датчик коленвала. Выдернули мы его оттуда. Вот она как раз ржавчинка, которая здесь будет нам мешать вставлять новый. Смотрите, вот, разобрали. Вот так все. И вот там сзади, внизу, находится датчик коленчатого вала. Они идут в паре с датчиком давления. Вот так. Смотрите, вот тут они подсоединяются. Вот так, раз. Этот хвостик я тоже с датчика давления снимаю, чтобы он не мешался. Там мы уже продули, помыли, почистили. Сейчас, в принципе, попробуем показать, где он там находится. Вот они у нас. Вот оно отверстие под один болтик. Берем новый датчик. Там вокруг канавочка обязательно прочищаем. И датчик кольцо. Не мажем герметиком, не мажем там маслом, ВДшкой. Литол. Самое лучшее. То есть любая смажеска. Пусть будет красная, черная. Любая. Самое лучшее. То есть подходит Литол. То есть он туда заходит довольно плотно. И чтобы кольцо не закусило, можно также сделать побольше. Потому что вот в этом месте, где ржавчина, чтобы не заржавел он. Ну вот так. Легонцам его помажем. И будем вставлять назад. Так. По поводу снятия и установки датчика. Сам процесс мы вам показывать не можем. Потому что поза, в которой я его ставлю, довольно неудобная. Поэтому сейчас мы его установим назад. Потом запустим и все вам покажем. О! Момент. Смотрите. Разобрав, я обнаружил еще одну проблему длительного запуска. То есть она тоже может стать большой проблемой. Вот топливный фильтр. У нас стоит здесь, на данном двигателе, ну и на всех D4A, стоит подкачной насос в баке. И вот у нас видно, что датчик воды весь мокрый в топливе. И там внизу тоже есть капли. То есть мы глушим машину на ночь. Здесь некое давление. Выдавливает топливо. И до утра топливный фильтр сухой. Не знаю, не жаловался хозяин, что о том, что, то есть, есть там следы какого-то топлива или что-то еще. Но вот сейчас мы датчик будем снимать и попробуем понять, откуда здесь появились эти капли. То есть система у нас должна быть герметичная. Может быть, это проблема уже в проводке в разъеме, там, где заходит. А может быть, проблема в уплотнительном кольце. Может, просто его кто-то туда не поставил. Сейчас попробуем что-нибудь туда поставить, чтобы не облить. Вырезать какую-нибудь, наверное, канистрочку, что-нибудь такое. Вот быстро, прям на ходу, я соорудил такую небольшую чашечку, чтобы не залить. Также бывает сгорает обогрев. Вот здесь разъем греется, контакты, и сгорает. И также идет подсос воздуха. Да, тут датчик уже такой прям жесткий-жесткий. Довольно часто сталкиваемся с тем, что при замене люди сами меняют датчик воды или кто-то в сервисах и теряют уплотнительные шайбы. То есть... Да, тут, конечно... Нет, вот шайбочка уплотнительная на месте. А топливо протекает непосредственно вот через этот шток и сюда, наружу, через проводку выходит. Так как здесь обломано, поэтому у нас здесь на углу появилось. Тут нету. Потому что датчик был закручен плотно. Резинка целая. И проблема утечки... Вон она, трещина, смотрите. Вот она, трещина на датчике внизу. Сон лопнул. Датчик воды будет стоить далеко не дешево. Но выбора у нас нет. То есть... Ну, если вдруг где-то вы там встали, надо доехать до сервиса или в дороге, случилась такая проблема. Есть топливные фильтры, которые продаются с пластиковой заглушечкой. То есть можно там временно поставить заглушечку. Но по-хорошему нужен датчик, так как он показывает наличие воды. Датчик сейчас пойдем на склад, будем узнавать, есть ли в наличии. Вот. И пока будет приходить датчик, мы заменим датчик коленчатого вала. Ну все, выгнали машинку, собрали после замены датчика коленвала и датчика наличия воды в топливный фильтр. Простояло часа полтора. Сейчас завели. Все отлично запустил. Сейчас заглушим, запустим еще раз. Ну вот, заводится она у нас практически с полоборота. Пробег на данном авто 217 тысяч. То есть именно в 217 тысяч наш клиент столкнулся с такой проблемой. То есть именно с отказом датчика колена. Да, есть, конечно, небольшие постукивания гидрокомпенсаторов, но думаю, когда-нибудь, может быть, он решится. Мы это сделаем, исправим. Также у них выходит муфта. И строя между распредвалом и ТНВД очень часто, то есть даешь газу, она влияет. Но в целом все. Решили данную проблему. Поэтому если столкнулись, самое главное столкнулись с тем, что диагностика вышибает, бьет ошибку по датчику распредвала, сразу лезьте в датчик коленчатого вала. И обязательно оригинал. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин